Добрый вечер, друзья! Начинаем нашу работу. Значит, у нас сегодня среда, экономический день, поэтому... Так, давайте, как слышно? Николай, я вижу, ага, отлично. Связь хорошая. Значит, друзья, кто первый раз зашел к нам на работу, пожалуйста, проголосуйте. Вот стоит перед вами табличка нажать, это вопросник первый, второй, третий раз, в смысле выше. Вот, ответить, чтобы мы видели, кто пришел в первый раз, потому что вебинары, которые мы сейчас проводим, они направлены именно на тех, кто начинающих, кто зашел, ничего не знает о проекте Skyway, кто ничего не знает о том, что нас завтра ждет, каким образом мы завтра будем спасаться в том экономическом шторме, который нас сегодня накрывает. Поэтому, друзья, очень большая просьба, это для новичков, кто первый раз вошел, вот, проголосуйте в опроснике. У нас сейчас 109 человек, из 77 проголосовало. Большинство, как я вижу, все-таки, хоть мы ведем и для новичков, но ходят постоянно на встречу, как на работу, вот, потому что я тоже понимаю, насколько хочется получать информацию, насколько хочется быть постоянно в работе, в проекте. Вот, поэтому, друзья, давайте, давайте начинать. Значит, мы отстраиваем сейчас работу таким образом, что первые 45 минут сейчас мы с Армандом будем вам делать, ну, не то, что презентацию, а рассказывать основы и говорить, куда вы попали, что вас ждет, что мы хотим, чтобы вы сделали для того, чтобы ситуация и у вас в жизни, и в стране поменялась. Вот, и, соответственно, следующее, после небольшого перерыва, в котором можно будет попить чай, кофе, вот, водички, через 10 минут, 20 часов, уже вторая часть, это для тех, кто в программе, для тех, кто это значит, там мы обычно как раз уже делаем анализ того, что происходит, того, что нас ожидает, это как раз, как мы называем взгляд на экономику, взгляд за борт нашего экономического ковчега через призму Skyway. Вот, поэтому, друзья, вот для тех, ну, вот у нас стоит 7 человек, которые пришли первый раз. Друзья, кто не зашел с гостевого входа и у него не видит эту табличку, есть те, кто может нажать просто цифру 1, ввести, тогда мы увидим, что вы тоже первый раз в чате. Вот, соответственно, это тоже для тех, кто сейчас вошел. Значит, друзья, это у нас уже, ну, вот у меня за сегодня уже третий вебинар, то есть первые два провели в 12 часов с Армандом для начинающих, потом в 13 часов у нас традиционно это для Сибири и Дальнего Востока, вот, Арманд, к сожалению, по техническим причинам включиться туда не смог, вот, выбрасывал несколько раз нас всю комнату, меня тоже не пускало, вот, но сейчас он как раз с нами готов, и кто помнит, ну, из тех вот, кто, 77 человек, кто ходит постоянно, вы знаете, что в основном мы ведем это с Лешей Суходоевым, но сегодня он улетел в командировку в Индию, именно для того, чтобы налаживать адресные проекты, для того, чтобы смотреть, где население более миллиарда человек в евразийском пространстве может подключаться к нашему проекту. Арманд, ну, это вот будет рассказывать во второй части вебинара, сейчас у него задача это презентовать, он разработал уникальную методику, как презентовать и завлечь человека, то есть заинтересовать в проекте за 29 секунд, я могу сказать, что я был свидетелем несколько раз, когда Арманд буквально с человеком с чистого листа за 29 секунд проводит презентацию, и человек говорит, да, я готов, мне интересно, и, соответственно, включается в работу. Значит, друзья, для тех, хотя я говорю, из 114 человек, там, 10, которые зашли первый раз, это, конечно, ничтожно мало, и мы с Нового года начинаем такую определенную работу, чтобы каждый, кто считает, что он работает в проекте, чтобы он привлекал, но вообще, друзья, с Нового года у нас много, что поменяется, вы это увидите, и резко изменится работа по вебинарам, вот, то есть у нас будет намного больше людей, которые будут приходить, потому что разрабатывается система, как это будет работать. Будем проводить много региональных конференций, вот, уже на тысячу, на две тысячи человек, и фактически у нас каждую, каждую неделю в каком-либо из регионов будет проводиться такая конференция, где будут основные наши директора, лидеры, кто проводился это, я, Алексей Суходоев, Арманд, Андрей Хавратов, Виктор Собор, то есть мы все будем проводить, и как раз... Да, друзья, выкинуло из комнаты, это у нас на дневном вебинаре три раза было, но ничего страшного, у нас был один вебинар, когда выбивало через каждые 47 секунд, мы прям по времени засекали, через 47 секунд прекращалось, и тем не менее мы провели тогда такой вебинар, почти полтора часа мы таким образом мучились, но почти 200 человек таким образом вело работу, и остались довольно-таки довольны. Так, я убирал громкость из-за того, что несколько хрипело. Сейчас посмотрим. Сейчас хорошо слышно? И громкость регулируется еще и у вас на компьютере, потому что, если чуть громче ставить, чтобы не хрипело. Так вот, друзья, для новичков, которые зашли только в проект, которые кто-то пригласил, узнали откуда-либо о проекте, и сегодня вы слушаете либо со вчерашних вебинаров, которые проводят именно с точки зрения мотивации прихода в систему. Друзья, мы сегодня объединились для того, чтобы реализовывать очень серьезный масштабный проект, который называется Skyway. И Skyway – это небесные дороги. Это технологический проект, который развивает технологию, которая коснется 99, а можно даже сказать 100% людей, которые сегодня живут на Земле. Это технология, которая идет следом за информационными технологиями. Это естественное развитие цивилизации, поэтому, друзья, никто, наверное, не будет отрицать и не будет спорить с тем, что прогресс и цивилизация, цивилизационное развитие – это то, что определяет сегодня нашу жизнь. И именно технологический прогресс, то, что делают сегодня инженеры, они сегодня вносят изменения в нашу повседневную жизнь. И это уже длится не один год, не два, это уже более 300 столетий. Да, 300 столетий, вот, то есть это 300 лет, трех столетий, начиная с 1700 года, когда мы встали именно на цивилизационный путь, и прогресс начал ускоряться, разгоняться. И сегодня введена такая определенная классификация, как есть своя классификация у исторических периодов, есть у разных политических периодов. Точно так же в технологии, в экономике введено понятие таких технологических укладов, которые определили жизнь за последние три столетия. И это как раз очень интересный такой вывод. Это школа, которая запущена в России. Именно российский ученый Николай Кондратьев еще в конце 19-го, начале 20-го века ввел такое понятие, как длинных технологических и экономических волн. То есть он поанализировал все развитие технологий, все развитие экономики и показал, что все идет циклично, но не в том плане, что повторяется. Потому что развитие цивилизации, развитие технологий нельзя повторить и нельзя с точки зрения, сказать, спирали повторения. Потому что то, что было 30 лет назад, 50, 100, 150, 200, 300, их нельзя сравнивать, потому что совершенно другие технологии, совершенно другие возможности, которые дает сегодня цивилизация для людей, которые сегодня потребляют эти блага цивилизации. И нельзя сегодня сравнивать экономическую систему, которая была определенное время назад. Поэтому начало берет это первые технологические уклады, которые связаны с именно производством фабричным. То есть когда в Англии появились первые фабрики, заводы, которые начали вводить именно массовое производство, при этом резко удешевляя продукцию. И это целая такая эпопея, которая произвела смену уклада в своем политической системе в Англии. Потом за это дальше пошло. Это примерно 1760-70-е годы. То есть это вот начало, точнее конец 18-го столетия. Дальше произошло очень серьезное с точки зрения техники движения. Это появление паровой машины. Это работа пара, которая резко изменила влияние человека на природу, которая резко изменила технологические возможности. Появилось такое изобретение уникальнейшее в человеческом паровозе. То есть это железная дорога, которая сразу стала перевозить огромное количество грузов. И это изменило огромные уклады. То есть вот в России было порядка 4 миллионов лошадей до того, как появился Транссиб. Со строительством Транссиба, естественно, что резко изменился весь расклад, потому что основное то, что делал гужевой транспорт, то есть руду, уголь, металл стали возить уже железные дороги, а не лошадях. Естественно, такое количество лошадей отпало. При этом стала резко развиваться угледобывающая промышленность. То есть резко стала развиваться металлургия. И след за этим потянулось финансирование, концентрирование капитала. И это стало уже сформироваться современный облик, как мы видим, уже цивилизационного мира. Это как раз начало 19 века. И, соответственно, паровоз, пароход, паровая машина, паровой молот – это то, что изменило облик до неузнаваемости. И это резкое увеличение мирового ВВП, занятости и так далее. Ну и это все сопровождалось увеличением населения. И, соответственно, формирование современного, как мы говорим, капиталистического устройства, которое мы сегодня видим до сих пор. Следующий этап, который нельзя обойти и сказать, что он очень повлиял – это появление электричества. То есть, понятно, что электричество, электрические машины, электрические двигатели, освещение, электрическое обогрев – это все изменило. А плюсы к тем, что за электричеством пришел телефон, то есть еще и связь. И у этой технологии очень интересная такая, ну, скажем, история. Потому что 40 лет один очень интересный изобретатель Морзе, вот, слышали, наверное, такую фамилию, когда он, протягивая провода, передавая сигнал с помощью специальной системы кодирования, которая так называется, азбука Морзе, передавал информацию со скоростью света, то есть 300 тысяч километров в секунду. И когда он приходил внедрять эту технологию, то, соответственно, ему говорили, а зачем со скоростью 300 тысяч километров в секунду передавать информацию, если Земля всего в диаметре 14 тысяч километров, мы можем посадить любого на лошадь или посадить на корабль, он там за месяц в любой точку мира попадет, зачем тянуть туда провода, тратить такие огромные деньги. И это ответа не было до тех пор, пока экономическая система, пока не были построены и запущены биржи, то есть как финансовый инструмент, и тогда информационная передача, тогда именно владение информацией на секунды, раньше становились огромными капиталами, огромными состояниями. И тогда вспомнили про Морзе, сказали, иди сюда, давай протянем эти провода. Да, они были протянуты сначала в Америке, во многих, потом уже в Старом Свете, и, соответственно, Морзе стал на тот момент одним из самых богатых людей, именно который заработал на технологии и на востребованности своего изобретения. 40 лет прошло между запуском и тем, что запущено. Дальше, кто знает и кто помнит из истории, был проложен трансатлантический информационный кабель, то есть конец, который соединил Старый и Новый Свет. И, соответственно, информация, которая передавалась, она была очень востребована. Я могу сказать, что одна минута разговора и передачи информации по этому кабелю на тот момент стоила 7,5 долларов. Это середина 19 века. На сегодня это коэффициент, наверное, ну, Арманд мне может подсказать, ну, как минимум, 1 к 200. То есть, представляете, сколько стоила одна минута информации и передачи. Но все равно она была очень востребована, потому что быстрый обмен между Старым и Новым Светом был крайне необходим, потому что это две были активно развивающиеся экономические системы. А дальше, друзья, за этим прошло развитие уже транспорта, потому что информация передавалась быстро, а из Старого в Новый Свет товары ходили по 2-3 месяца. После этого был прорыт Советский канал, и это следующее развитие, когда транспортные технологии идут вслед за информационным. Я обязательно скажу, зачем нам это надо, почему сегодня это ключевым образом определяет то, чем мы с вами занимаемся. За электричеством пришел двигатель внутреннего сгорания. Это начало 20 века, как вы понимаете. Трудно оценить или сказать, каким образом изменилась жизнь с появлением автомобиля. Вы видите первый автомобиль Бенса, и уже дальше трансформация, это современный автомобиль Форда. Вы видите первый паровоз Стефенсона, то есть и потом его трансформация, как вы видите, сегодня скоростные железные дороги. Вы видите, 17 декабря 1903 года братья Райт подняли первый аппарат тяжелее воздуха на двигателе внутреннего сгорания. Сегодня это современная авиация, это огромные скорости, практически неограниченные расстояния. Это то, что за 100 с небольшим лет делает прогресс. И как раз мы это в классификации Кондратьева, а дальше уже Сергея Юрьевича Глазьева. Это четвертый технологический уклад. Он показал и привел к тому, что появилась связка доллар-нефть, цена на нефть. Он показал, что появились крупнейшие биржи, банки, концентрация капиталов. Появились крупнейшие мировые финансовые семьи и центры. Это Ротшильды, Морганы, Рокфеллеры. Это те, которые определили развитие целых стран, народов на долгие десятилетия. Это все, что сопровождало четвертый технологический уклад. С политической точки зрения, в этот момент, это была сначала Первая, потом Вторая мировая война при разделе мира. Это исчезновение тысячелетних империй, такие как Российская империя исчезла в это время. Это 1917 год, помните, исчезла Австро-Венгерская, Германская, Османская империя. Позднее была ликвидирована и Британская империя, которая тоже видоизменила свое. Это все то, что сопровождало 20 век, изменение укладов. И, соответственно, таким образом мы подошли к 1990 году, когда появился уже зачатки пятого технологического информационной технологии. И это уже произошло на наших глазах, кто чуть постарше, кто помладше. Вы просто уже родились и живете в этот период. Это возникновение эры интернета. Это информационная среда, которая агрегировала в себя все возможности микроэлектроники. То есть сначала это появление самого интернета, как криптосистемы, которую разрабатывали военные в США, для того, чтобы передавать информацию по открытым сетям, то есть фактически по проводам. Но когда они поняли, что это очень востребованная система, и это разрабатывалось в рамках DARPA-агентства, то есть агентства стратегических инициатив, дальше это было передано уже в экономику, инвестировано туда существенные государственные деньги, и стали появляться уже плоды, как мы видим. Это появился Майкрософт с Билл Гейтсом, сегодня богатейшим человеком мира, который сделал операционную систему и связал миллиарды устройств, которые передают электромагнитный сигнал с помощью модулированной электромагнитной волны, которая позволяет сделать только кремниевые технологии, только кремниевые интегральные микросхемы, и поэтому вы слышали понятие кремная долина, кремниевая технология. Вот все это увязалось в пятый технологический уклад, где ядром стал интернет как технология именно агрегирующая, то есть соединяющая воедино получение, хранение, использование, передачу и обработку информации. Это как раз все информационная эра, и она нам показала как раз очень интересные феномены. Мы увидели, как возникают новые гигантские империи, как Джобс, который считается гениальным маркетологом, запустив новый продукт, создал самую капитализированную компанию за всю историю человечества, это Apple, 750 миллиардов долларов. И это очень интересный момент, потому что все, кто инвестировали в Apple 30-25 лет назад во время его создания, имеют сегодня капитализацию инвестиций более чем в 3600 раз. Это абсолютный рекорд, потому что никакой рост акций такого за всю историю не давал. Мы видим создание и капитализацию акций Google, это Сергей Брин, это один из наших соотечественников, который участвовал, один из создателей Google, и ходят такие легенды, истории, что он в свое время за массажи, своей массажистке платил по 20 тысяч акций, которые сегодня стоят не уже по 100, а под 200 тысяч долларов. Соответственно, это самая высокооплачиваемая массажистка была, наверное, за всю историю. Я почему это знаю? Потому что какое-то время мы сидели даже в соседних офисах. Давно это, правда, было, почти 20 лет назад. Но такие истории существуют, и они сегодня делают. И я думаю, что соизмеримой с этим будет только то, что когда с Анатолием Юницким мы находились в офисе одного нашего партнера, за аренду офиса и за обеды корпоративные, которые там проходили, также расплачивались акциями, примерно по полторы тысячи акций за один обед, с учетом капитализации. Я думаю, что со временем, когда эти акции будут стоить миллионы долларов, это тоже будут, наверное, самые дорогие обеды за всю историю. Но это, друзья, история, которая должна подойти, которую мы должны с вами увидеть и сделать своими руками. Так вот, исходя из этого, какие цифры, что мы должны понимать? Что в пятом технологическом укладе капитализация произошла именно создание нового рынка, и тот, кто на начальном этапе вошел, естественно, получил максимальные премии. Был максимальный риск, потому что когда инвестиции были в непонятные компании, которые создают компьютеры, есть такая легенда, войдите в интернет, посмотрите, что один из ближайших друзей и товарищей Джобса, с которым он создал компанию, не поверил в то, что они смогут создать 200 компьютеров, которые нужны, или которые они смогут продать заказчикам, и он свою долю в 10% продал за 800 долларов. Вот, соответственно, сегодня эта доля стоит 75 миллиардов долларов. Соотношение 800 долларов и 75 миллиардов. Это просто разные порядки, разные цифры. Но это не значит, друзья, что на тот момент у 2 или у 3 миллиардов человек была возможность инвестировать и войти в эту компанию. Войти в эту компанию была возможность только у 10 человек, которым Джобс предложил войти и поучаствовать в этом проекте. И тот, кто отказался, он сегодня живой, здравствующий человек. И, соответственно, вы представляете, как себя чувствует человек, который добровольно продал долю в компании, которая сегодня могла обеспечить одно из самых больших состояний в истории. Ну, это вещи, которые идут, это вещи, которые нас сопровождают. И на это мы должны опираться, смотреть. Почему нам это очень важно знать? Так, друзья, изображение зависло. Давайте, обычно через 40-45 секунд пропадает и звук. Пока слышно, друзья, как... Дайте обратную связь. Ага, слышно. Ну, давайте, я тогда пока прерываться не буду, потому что я буквально хотел через 2-3 минуты закончить и передать слово Арманду. Поэтому, если не пропадет звук, то я не буду перезагружать сейчас компьютер, пока он сам не выскочит. Так вот, друзья, зачем нам это надо знать, понимать и всегда к этому относиться, как сопровождение именно нашего проекта. Потому что тот рынок, который сегодня занимает информационные технологии, Transnet, 5-й технологический уклад, это крупнейший рынок сегодня. Это более уже, ну, подходит к 10 триллионам долларов. То есть это существенная часть от мировой экономики, которая сейчас колеблется около 70 триллионов долларов. Так вот, то, что мы сегодня с вами создаем, и как вы видите в нижнем правом углу ЗИЛ-131, это уже демонстрация технологии, и Юнибус скоростной, который аналог по скоростям самолета, а абсолютно экономичнее и экологичнее, просто на порядок. Так вот, этот рынок, он почти в десятки раз, то есть на порядок больше, чем рынок информационных технологий. То есть при мировом росте ВВП в два раза за ближайшие 10-15 лет, то есть когда мировой ВВП увеличится где-то до 140 триллионов долларов, соответственно, очень существенно, до 45% это будет составлять именно транспортный рынок, рынок транспортных коммуникаций, который мы назвали Transnet. То есть Transnet это полный аналог Интернета, почему вы, наверное, услышали первый раз термин, когда мы сказали, что Интернет это наш младший брат, потому что Интернет это технологический уклад информационный, следом за ним идет именно коммуникационная система, Transnet как информационный транспортный коммуникатор, который определит развитие всего человечества на ближайшие 20-30 лет. Почему необходимо об этом знать, друзья? Мы сегодня создали компанию, создали инструмент, который позволяет сегодня напрямую инвестировать в эту технологию, напрямую быть соучастником, совладельцем интеллектуальной собственности и капитализации того, что мы делаем. Проект этот, конечно, высокорисковый, конечно, он венчурный. Об этом даже нельзя не говорить, потому что есть огромное количество факторов, которые просто от нас не зависят. Мы много об этом говорим на вебинарах, мы много об этом говорим на наших конференциях. Сегодня для вас, для тех, кто вошел и первый раз включается в эту работу, необходимо понять, что цивилизационное развитие остановить невозможно, технологическое развитие сегодня остановить невозможно, что шестой технологический уклад уже запущен, и здесь все ведущие мировые центры говорят о том, что должна произойти технологическая революция, но все спорят, какая будет технология. И Сергей Юрьевич Глазев, который является родоначальником теории укладов у нас в стране, он не принимает и не признает Транснет и технологию SkyWay Юницкого. Это ничего страшного, это просто время, к которому он подойдет и поймет. Но, друзья, что самое главное, люди не хотят и не могут признать. Не могут признать, что эта технологическая революция начинается у нас в России, и не могут признать, что эта технологическая революция начинается у нас в России. А вот, друзья, Сергей Анатольевича выкинуло, то есть это закономерно, значит, я должен подключаться. Как меня видно, слышно, дайте, пожалуйста, обратную связь, поставьте плюсики, если нормально видно, там, может быть, звук убавить или прибавить, или что-нибудь такое. Отлично, все видно, все слышно. Пока мы ждем Сергея Анатольевича, давайте тогда, наверное, я хотел бы... Арман, привет, привет, так сказать, рад тебя видеть. Все, а я сразу же, пока вас выкинуло, я сразу ваше внимание. А мне это же периодичность выкидывает, что как только пропадает начальное изображение, где-то 2-3-5 минут выкидывает, так сказать, это изображение. Арман, ну я тогда еще минуту заканчиваю тогда, потому что я как раз тебя представить. Вот, друзья, я свою тему практически закончил. Ну, то, что я считал нужным именно для введения, для ввода. И последнюю фразу, как раз, которую я хотел сказать, что людей останавливает в технологии для восприятия. Всем кажется, что технологическая революция должна произойти не в России, она может произойти где угодно, в Японии, в Америке, в Европе. Даже сейчас говорят про Китай, но не могут поверить, что это в России. Хотя, друзья, братья Черепановы сделали первый паровоз до Стефенсона. Радио – это Попова. Авиация, она вообще вся строится на русских изобретателях. Это Можайский, который построил, сделал первые модели. Это Жуковский, который создал всю теорию, на которую полетели братья Райт. Циолковский создал всю теорию, концептуальную базу, именно стратегическую, с точки зрения космонавтики. Сикорский – это наш изобретатель, который дал целое направление в авиастроении, без которого сегодня невозможен современный мир. И этот мир, этот ряд был начат, и он идет. И почему сегодня, когда мы говорим, когда русский изобретатель, Юницкий, дает новую концепцию, но вот мы это будем отрицать и говорим, что не может быть. Причем самое интересное, передавая слово «Иносансу» Армонду, это один из уникальнейших ребят, который подключился к проекту после первой же конференции, приехал из Лондона, где он работал, сам он латыш, но при этом я могу сказать, что это человек, который по душе наш русский. И его точки зрения, его взгляд всегда интересный, который начал с обычного инвестора, а сегодня это генеральный директор компании Global Transport UK, Transnet UK, в венчурном портфеле которой 17 миллиардов заказов потенциальных, это венчурная компания. Он является директором Global Sky Park, это компания, которая продвигает сейчас новую концепцию, и он сам расскажет, как он собирается ехать к премьер-министру Ирландии, чтобы продвигать эту технологию. Это наглядный пример того, как люди, которые включаются в технологические уклады на начальном этапе, выходят в руководство этих компаний, продвигают в тех, кто активно действует. Это, друзья, действительно жизнь, и это действительно правда. И здесь я могу сказать, что для иностранцев, с кем мы общаемся, для них как раз абсолютно нормально, что русские делают транспортную технологию, потому что они нам задают вопрос, а кто, как не русские, должны сделать технологии, которые свяжутся с такими огромными территориями. От таких огромных территорий нет ни у кого, кроме у нас. Поэтому это наша забота, как сделать транспорт, который удешевит перемещение, который свяжет территории, которые будут их развивать. И вот на этой волне я как раз передаю слово нашему очень уважаемому иностранцу, который даст свой взгляд на технологию и на то, как она развивается. Так, Арманд, вот теперь тебе слово. Надеюсь, интернет не подведет. Спасибо большое, Сергей Анатольевич. Такие теплые слова. На самом деле, я надеюсь, что вы меня слышите. Не буду больше задавать вопросы, слышно или не слышно, видно или не видно. Все видите, все слышите. Интересно слышать свой адрес, что я иностранец. Ну, с одной стороны приятно, с другой стороны кажется, не, ребята, я русский. По крайней мере в душе. Наверное, звук хороший, отлично. Я бы хотел спросить, сколько новичков было, так как я пытался подключиться, то есть я в самом начале не был. Новенькие люди, которые первый раз вообще зашли, увидели, первый раз слышат. Есть такие? Пожалуйста, единичку поставьте, если вы первый раз сегодня находитесь здесь. Роман, Наталья, Валентина, Галина, десятый раз или первый. Для вас, ребята, я хочу вам сказать одну вещь, очень важную. Но начну я с небольшой, скажем так, истории. Действительно, я сам родился в Латвии. И так как я родился в Латвии, то есть с детства я знаю русский и латышский язык. А в школе я учил английский. Но я не был хорошим учеником, и мне учительница сказала то, что я английский не выучу, то есть даже пускай не пытаюсь. И когда в 2009 году был выбор, ну так как там финансовый кризис, мы все через это проходили, у меня был выбор, либо Москва, либо Англия. И, конечно, я склонялся больше к Москве, потому что я знал русский язык, и я понимал, что там перспективы довольно-таки хорошие. Но как-то вот себя заставил, знаете, говорят, нужно проходить через трудности для того, чтобы что-то достичь. И я поехал в Англию именно потому, что я не знал английский настолько хорошо, чтобы дальше, скажем так, его развивать, и вообще как разговорную речь, да, и какие-нибудь дальнейшие планы строить именно в рамках Англии. Я думал, что я знаю хоть чуть-чуть, но поверьте мне, это была иллюзия. Вот, но так уж получилось, что я попал в Англию, соответственно, познакомился там, начал работать, то есть поначалу я делал какие-то простые работки, да, работал там в магазине, ассистентом продавцов, да, консультантом, скажем. Самое главное, что я сделал, я сделал себе челлендж, да, то есть я вызвал, вызвал, сделал сам себе, что я достигнул того, что люди не верят. И, соответственно, буквально через года два я уже в своем департаменте был таким очень, ну, скажем так, адаптированным, да, иностранцем, который спокойно мог делать все, что необходимо. И у меня, значит, как все, и, соответственно, я подхожу и спрашиваю, ну, я готов как бы на карьерный рост. А они мне говорят, что, ну, забудь, это не здесь. Таким образом я попал в Лондон. И таким, то есть таким уникальным способом я познакомился со Скайвэем, и, конечно, так же, как и все, которые первый раз сегодня пришли, я был абсолютно скептически настроен, потому что, ну, я никогда не верил в то, что может быть прийти компания, куда каждый человек может прийти как совладелец. Здесь большая благодарность Анатолию Эдуардовичу Ницкому, который дает нам в жизни такой шанс. Сегодня многие англичане, да, с которыми непосредственно я общаюсь, а больше я о этих проектах расскажу на следующем вебинаре, у нас будет буквально в, через 40 минут. Вот. И я вам это расскажу уже в деталях. Но, что бы я хотел до вас донести на текущий момент, не упустите шанс, разберитесь, прочитайте, посмотрите. Если нужна какая-то помощь, всегда, ну, особенно если вы там где-то за границей работаете, да, или находитесь, или проживаете, то есть я всегда открыт, помочь вам, и сделать все для того, чтобы вы получили все ответы на свои вопросы. И тогда, когда вы получили все ответы на вопросы, которые у вас возникли, если вы до того момента еще не верите, то есть думаете, что ну не может такого быть, такая халява, да, с небес, как бы, спустит. То, не надо, просто следите, следите, смотрите, что происходит. Я могу сказать, почему я настолько уверен. Первый раз, когда я познакомился с Сергеем Анатольевичем Сибиряковым, когда я познакомился с Андреем Федоровичем Хавратовым, да, это люди были, которые, которых я видел первый раз. Но так как я скептично настроен был, да, я даже проверял Сергея Анатольевича на каждые его какие-то высказывания, да, то есть он рассказывал там о нанофотонике, да, я думаю, а, вот, наверное, так хитро хочет, ну, скажем так, классными фразами, да, нас развести. И я просто останавливал вебинар, шоу, интернет, гугл, этот самый, википедию, да, и читал, и читал, и когда я видел, что он говорит действительно те вещи, которые есть в интернете, то я абсолютно четко принимал, что, ну, надо разобраться. А дальше я начал изучать Анатолия Дуанчуницкого, то есть у него есть целая история вообще того, как он к этому пришел, и у нас у всех, ребята, есть эта возможность. многие знают уже вышеупомянутые, да, компании Apple, там, Google, и так далее, но даже если не брать так далеко, сегодня буквально Маск, да, знаете такого, то есть разработчик Paypal, то есть он был фаундер, и он продал эту компанию, сейчас он положил SpaceX, буквально вчера они сделали первый запуск ракеты, которая летит в орбиту, а вторая часть приземляется буквально там в 10 километрах на ноги, да, то есть, ну, знаете, на лапах. Соответственно, новые какие-то прорывные технологии приходят на наших глазах. Но вопрос в чем? Почему мы не можем участвовать в тех программах? Почему нам не дают этой возможности? Да потому что у них есть другие задачи. У них задача это монополизировать, понимаете, так же, как сегодня финансовые рынки монополизированы вот этими вот крупными, уже приведенными, да, в пример, JP Morgan, там, Rockefeller, Rothschild, они такие же люди были. Они были такие же люди, которые просто что-то нашли, видели, понимаете, и они, и опять же, если посмотреть историю, то Rockefeller, он на самом деле был счастливчиком. По одной причине, так как он взаимодействовал с ученым, а ученый ему сказал, что нужно просто нагревать вот эту черную нефть, да, нужно нагревать до температуры 300 градусов, и вы будете получать петроли. И так он сделал Standard Oil, да, и стал очень богатым человеком. без ученого никто никогда не становится богатым. А здесь ученый, он еще не только ученый в плане того, что он знает, что он делает по технологии, но он еще и сама, ну, как бы, доброта, да, наверное, так можно сказать. Он говорит, зачем мне это все, чтобы поделиться с людьми, не этим ворыгам отдать денег, да, а я готов поделиться с людьми, те, которые меня сегодня поддерживают. И остальное я вам с удовольствием уже в деталях расскажу на следующем вебинаре, но самое главное моя сегодня вам информация, да, которую вот буквально там 10 минут вы сможете почитать, разберитесь. Перед тем, как говорить, что это не работает, да, это опять сказки, да, просто разберитесь. Когда вы разберетесь, тогда вы четко сможете сами себе сказать, да или нет. А как историю тоже в 2011 году, все, наверное, знают сегодня биткоин, да, мне в 2011 году предложили тысячу фунтов вложить в биткоин и получить тысячу биткоинов. Из-за того, что я был необразованный, да, я работал на простой работе, у меня не было времени, я 8 часов, а иногда и 10 часов, находился на работе, работал больше, чем надо. И у меня просто не было даже в мыфе разобраться. И всего в 2014 году, да, как мне тот же парень, который мне предлагал, он мне скинул информацию, что биткоин, как бы признанный, признана криптовалюта и что цена за биткоин 1100 долларов, и я тогда посчитал, что мои тысячу вложенных было бы 1 миллион 100 тысяч долларов. Ребята, вот с этого момента я начал думать о том, что нужно разбираться перед тем, как говорить «нет». Все, спасибо вам большое и встретимся тогда буквально через 15 минут на вебинаре, уже где поподробнее я все расскажу. Сергей Анатольевич, вам слово. Спасибо, Арманд. Ну, друзья, здесь я могу сказать, что более убедительно, вот Арманд такие интересные истории, ну, и вообще такие вещи рассказывает, которые действительно впечатляют и действительно заставляют задуматься. А это не какая-то надуманная история, это не какая-то, потому что мы все-таки, живя здесь на постсоветской России, у нас опыт сетевого построения, значит, МММ, МЛМ, значит, наш наобук мошенничества, мы не понимаем, что такое есть краудинвестинг, краудфайдинг, о том, как это работает. У нас если акции и продажи, то, значит, мы знаем акции Газпром, Норникеля, то есть, как это делал, как это концентрируется, как эти олигархи сегодня все это получали, сейчас мы эти расследования все видим, и залоговые аукционы, и вообще просто вот эта вся так называемая приватизация, поэтому это наш опыт, друзья, который мы прошли и здесь видим. А люди, которые живут несколько в другой системе, почему очень интересно общаться с Армандом, потому что он действительно рассказывал о системах инвестирования, я когда с ним так первый раз очень близко познакомился с точки зрения беседы, я могу сказать, что именно такие люди, такие ребята должны быть в проекте, я очень рад, что мы все работаем вместе, это как раз залог того, что эта программа притягивает именно таких людей, и вот те новички, которые не видели, значит, я могу сказать, до этого я веду все вебинары вместе с Алексеем Суходоем, они вместе и ровесники с Армандом, примерно одного склада, люди, это как раз те, кто пришли в проект больше года назад, а сегодня это основные директора, то есть Арман продвигает и делает проект, он расскажет об этом сейчас в Ирландии, Алексей запускает, Челябинский, сейчас, что делать, то есть без таких людей программа просто развиваться не может, а это, друзья, обычные люди, которые полтора года назад, ребята, которые услышали о проекте, пришли и говорили, мне на этом плане намного проще, а, кстати, я опять забыл, для новичков, я же всегда не представляюсь, привык, на вебинарах меня все знают уже, знаете, как я пошутил Кудрин в свое время, когда он говорит, если ты приходишь на встречу и тебе нужен бейджик, значит, что-то в этой жизни у тебя, наверное, не так, то есть имея в виду, что тебя все должны знать, так вот, я почему-то уже привык в том плане, что на встречу, то есть моя фамилия Сибиряков, это те, кто еще не знают, зовут Сергей Анатольевич, я отвечаю за макроэкономические прогнозы, за стратегические именно направления во всей программе Skyway, я с Юницким Анатольевичем знаком уже более 15 лет, и как раз, когда наша с ним встреча, когда я возглавлял очень крупный государственный венчурный фонд, он тогда назывался Фонд государственных программ, финансируемый рядом наших олигархов, мы как раз искали прорывные технологии, и вот тогда с Юницким я познакомился, была определенная работа, то есть и вот этот ЗИЛ, и то, что вообще технология зародилась, пошла, она как раз с тех пор и двигалась, и как раз это вот старт всей системы, когда Анатолий Дуарович практически 25 лет продвигает технологию, вот, потом подключились все новые и новые силы, поэтому я могу сказать, что с тех пор я всегда был в проекте, я всегда был в команде, последние лет, наверное, 8, ну, во всяком случае, это вообще, мы работаем очень близко и очень тесно, то есть это моя основная профессиональная работа, поэтому я могу сказать, что на сегодняшнем этапе, когда подключаются новые люди, когда, вот то, что мы приступили к краудинвестингу и пошло активнейшее такое привлечение новых людей, это, друзья, новый этап, и мне особенно отрадно, особенно видеть, что люди, которые подключаются, верят в проект, видят в этом перспективу, и новые горизонты, которые выходят, конечно, раньше мы себе и представить не могли, что такое может быть, и с финансовой точки зрения я могу сказать, что за вот эти два года, особенно за последний год, объем инвестиций, которые сегодня приходят в проекты, количество людей, которые становятся участниками проекта, это не то, что соизмеримо, а это уже больше тех средств, которые были инвестированы до этого, практически за 40 лет, и это тоже очень важно, это тоже очень сегодня полезно, так что я могу сказать, что этот год, и вот тот ролик, который сейчас пойдет сразу после нашего вебинара, перед следующим, это отчет компании, которая показала работу за год, которая показала, что сделано, с чего начиналось, и, соответственно, это как раз доказательная база того, что будет сделано, и что то, о чем мы декларируем, то, что мы делаем, это не пустые слова, это стоит на очень серьезной основе, и самое главное, мы это делаем, делаем каждый день, каждый месяц, каждую секунду, и на это у нас, соответственно, результаты, поэтому, друзья, сейчас мы делаем небольшой перерыв, а дальше уже для тех, кто будет, останется на вторую часть, соответственно, мы с вами анализ экономической ситуации, мы очень много говорим по поводу, и сейчас это гектар земли, которая программа, которая сейчас запущена, инициирована президентом Путиным, это сегодня, как получить, соответственно, инвестиции, и акции в свой капитал, на первом этапе, фактически, изучая, ничего не вкладывая, с точки зрения инвестиций, с точки зрения партнеров, потом вы сами приняли решение, стоит ли вам увеличивать свой инвестиционный пакет, и, соответственно, венчурную премию, которая будет, или не стоит, и, соответственно, те адресные проекты, которые мы сейчас запускаем в разных и разных абсолютно регионах, они говорят сегодня о том, что технология уже запускается, делается, и, соответственно, друзья, промо-код, который определит для тех, кто хочет сегодня инвестировать, и при этом получит еще 30% надбавку, это, друзья, тоже, мы сейчас вот в перерывы, пока будет идти, мы в чате напишем. Ну, а, друзья, я рад, кто с нами, кто будет двигаться, ну, а для тех, кого, друзья, то, что мы сегодня говорили неубедительно, или вам еще необходима информация, читайте, изучайте, смотрите, потому что 2016 год, это будет годом SkyWay, о котором узнают все, и жители России, и жители мира, и поэтому, соответственно, желающих прийти сюда будет постоянно увеличиваться, мы рассчитываем, что к маю месяцу у нас будет зарегистрирован уже миллионный участник нашего проекта, сегодня это около 220 тысяч, вот, а к концу года эта планка, трудно сейчас ее оценить, но, как мы все надеемся, она будет выше 5 миллионов человек, и приближаться к 10. Это то, что сегодня нам позволяет делать анализ работы за предыдущий год. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok